Хрустящие. Всем доброе утро. Пока мои домочадцы спят, я решил приготовить для них к завтраку оладьи. Оладьи у меня сегодня будут приготовлены на бездрожжевом тесте, которые тем не менее будут пышными. Готовятся они быстро, если соблюдать некоторые правила. Таких рецептов у меня несколько. Сегодня я вам покажу один из них. В чашку я добавляю 2 столовые ложки сахара. Можете добавить даже полторы. Чем меньше сахара в оладьях, тем пышнее они будут. Добавлю четвертинку соли. Добавлю 250 миллилитров кефира. Кефир я добавляю вот такой, полуторапроцентный. Кефир я предварительно разогреваю в микроволовой печи. Только разогреваю, он должен быть теплым. Он не должен у вас кипеть, иначе он свернется. Заливаю сразу кефир. Перемешиваю. И добавляю сразу же сюда просеянной муки. 200 грамм. Я беру муку такую, тип 405. В каком магазине вы его возьмете, не имеет значения. Главное, чтобы был помолк 405. И сыпучие продукты я всегда добавляю в жидкие, а не наоборот. И теперь в готовую массу я добавляю четвертую часть чайной ложечки соды. Тесто у меня готово. Я ему даю поставить ровно столько, чтобы сковорода успела прогреться. Это по времени займет примерно 7 минут. Выпекать оладушки я буду на растительном масле. Чтобы оладушки хорошо сползали с ложки, можно их предварительно окунать в растительное масло. Количество, которое я беру в ложку, небольшое. Оладушки старайтесь укладывать в сковороду так, чтобы они друг друга не касались. Иначе они у вас потом просто прилипнут один к другому. Вот диаметр моей сковороды 28. И поэтому посмотрите сами. У меня поместилось 8 оладьев. У меня есть еще один похожий рецепт оладьев с яйцом. Но они просто получаются более плотные. Пропорции пол чайной ложки соли, четвертая часть ложки соды, одно яйцо, 240 грамм муки и 250 миллилитров подогретого кефира. Делается все то же самое. Сода, самое главное, добавляется в самом конце. Огонь на плите у меня умеренный. Из 9 возможностей я готовлю на тройке. Вот на данном этапе будет уместно поставить крышку, но так, чтобы она не закрывалась полностью. Оладьи еще раз переверну, чтобы придать еще раз немножко корочки, потому что конденсат какой-никакой им все равно был. Буквально на минутку. Готовые оладьи я перекладываю на бумажное полотенце. Добавлю еще немножко масла и продолжу выпекать следующую партию оладьев. Вот осталось тесто буквально на еще один оладушек. Я его попытаюсь сейчас аккуратненько втиснуть. Он у меня будет немного больше других. Ну, все удачно поместилось. С одного замеса две сковородки. Как я уже говорил, размер сковороды у меня 28 сантиметров. Я надеюсь, что ваше время, потраченное на просмотр этого видео, было для вас полезным. Если вам понравилось это видео, вы можете поделиться им, вашими друзьями. Оставляйте ваши комментарии. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч!